Здравствуйте, уважаемые зрители! Сейчас все внимание азербайджанцев и армян приковано к ситуации в Карабахе. Азербайджанская армия разгромила остатки незаконно армянских формирований, но их там очень много, понимаете? Они понесли большие потери ранеными, убитыми, но там еще огромная группировка их. И вот сейчас решил поискать статьи, что пишут по этой теме. Вот как раз называется статья в азербайджанском издательстве «Преступление и наказание». Армения поставлена на счетчик. Вот там, видите, этот кадр. Были разгромлены армянские вооруженные формирования, их гаубицы, зилы, автомобили, все, большие потери понесли. И вот что здесь пишут. Разбитые армянские позиции, военная техника, десятки раненых и погибших, утерянные стратегические высоты. Ну и острое чувство стыда, унижения после устроенной показательной публичной порки. Все эти острые ощущения армянская сторона могла бы избежать 3 августа. Мысли она хотя бы чуть-чуть рациональна. Но Никол Пашинян несомненный чемпион всего Кавказа по наступлению на одни и те же грабли. Он и его команда действительно уверовали, что Армения – это Нэнси Пелоси. Азербайджан – страна последних китайских предупреждений. В общем, армяне думали, что Азербайджан будет продолжать их вечно, годами. Но Эльхам Алиева играл, терпение лопнуло, и азербайджанские вооруженные силы пошли в атаку. Об этом говорится в этом выпуске аналитического YouTube-канале проекта «Калибр». Ну и вот что «Калибр» пишет. Автор отмечает, что Баку долго настойчиво предупреждал и увещивал. Но армяне, как два года назад, восприняли эту позицию за слабость. Но армяне думали, что Азербайджан шутит, что будет вечно у них эта словесная перепалка. Ну вот, а получилось то, что получилось. Свидетельством тому стало самоуверенное заявление секретаря совбезда Армении Армена Григоряна, публично отказавшего 3 августа от перехода на новый маршрут в обход Лачинской дороги. Что ж, за такой верностью должна была стоять реальная сила. Но армянские власти очередной раз просчитались с военно-политическими ресурсами. Армяне думали, что у них очень в Карабахе сильная армия. Ну вот, была провокация, да, убийство 18-летнего солдата-срочника Анаара Казимова, дорого обошлись Армении. Спасать от азербайджанского возмездия армян не пришли ни Россия, ни Иран, ни далекая Франция. И вот, 3 августа, это очередной успешный день для азербайджанской армии. Турецкие байрактары размяли крылья. Азербайджанский спецназ сделал то, к чему постоянно готовился на учениях. Нейтрализовал противника и занял новые стратегические позиции. Новые, но далеко не последние. В общем, это только начало. Обязательно будет еще захват новых позиций. Ведь, наконец-то, Министерство обороны Азербайджана четко обозначило свои требования демилитаризации зоны временно ответственного российского миротворческого контингента, который включает в себя немедленный вывод вооруженных сил Армении. Ну, сколько можно терпеть? Два года Азербайджан говорил, утверждал и России, и Армении, выводите свои войска. Тут не должно быть на территории. Ну и вот, теперь их разгромили. Так и разрушение местных банд формирований. У них огромные там банды были. Эти условия, которые необходимо использовать здесь сейчас, они не подлежат обсуждению. И теперь вот Ереван, как сказать, поставлен на счетчик. И Баку посадил его на этот счетчик. И часы уже тикают. Готовьтесь, говорится в сюжете. В общем, все. Теперь получается ситуация, что никаких больше предупреждений не будет. Сразу Байрактара будет подняты в воздух, и очередной удар по армянским банд формированиям в Карабахе. Получат ракеты опять себе на голову. Ну вот еще и такая информация интересная. Армения пытается спровоцировать ссору между Азербайджаном и Россией. Но Армении выхода нет, понимаете. В Карабахе что-то, чтобы как-то еще выжить. И чтобы Россия заступилась, как бы вела свои войска. И будет провокация, это ясно. Армения пытается спровоцировать ссору между Азербайджаном и Россией. Развязать войну. Об этом заявила российский эксперт Дарья Гревцева. По ее словам, Армения своими провокациями пытается внести раздор между Азербайджаном и Россией. То есть вынудить Баку обвинить Москву в недостаточном давлении на Ереван. Из-за неуполнения всех условий трехсторонних заявлений 10 ноября 2020 года. Это может стать источником недоверия между двумя странами. А в конечном итоге привести к разрязыванию войны. Чтобы российские солдаты воевали за армянские интересы, заявила Гревцева. Она также отметила, что устроив провокацию в Карабахе, армяне хотят добиться каких-то преференций для себя. Однако масштабной войны ожидать не стоит. Армяне боятся азербайджанской армии. Ну конечно, да, азербайджанская армия намного сильнее. Они видели, как быстро Азербайджан вернул свои земли. И в случае войны армяне ее точно проиграют, заявила она. Все правильно. Если будет война в скором будущем, армяне быстро ее проиграют. У них нету вооруженных сил практически. У Азербайджана, Турции огромная сильная армия. Там если они вместе, как бы сказать, скомпонуются. И миллион солдат легко наберут и все раздавят Армению. Я думаю, это будет в течение пару недель. Ну и вот еще армяне не сдаются. Понимаете, оказывается, что они еще занимаются провокациями серьезными. Я скажу, они уже за последний день обстреляли позиции азербайджанской армии 12 раз. Я говорю, я думал, все, армяне как бы успокоились, получили по голове байрактарами, ракетами. И уйдут с этих позиций. Нет, они начинают еще провоцировать. За минувшие сутки армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в 12 раз. Три из них это произошло в районе пунктов Нария-Манлы и Зеркент Басар-Кичарского района. Оставшиеся 9 тендентов связаны с периодическими обстрелами членами незаконных армянских формирований. Это еще районы, сейчас скажу, где Агдамские, Хаджавенские, Хаджаринские районы. И понимаете, они обстреливают чем? Я посмотрел. Они обстреливают и снайперских винтовок. Понимаете, опять будут ранены и убиты у Азербайджана. Я говорю, снайпер убил 18-летнего азербайджанца. И опять начинает обстреливать. И разнокалиберного стрелкового оружия. Да, обстреливают позиции азербайджанской армии. Сейчас, слава богу, нет потерь среди азербайджанцев. Но это, я говорю, временно. Если уже такие обстрелы интенсивные по 12 раз. Я говорю, закончится опять, говорю, атака. Азербайджан опять поднимет Байрактар. И все, опять будет разгром армян в их окопах, которые они там окопали. Вообще, вот такие новости. А, последняя новость. Сейчас радикалы разгромили в Азербайджане, как сказать, посольство. И вот, что здесь пишут. МИД Азербайджана распространил сообщение о том, что 5 августа 22 года временный поверенный в делах посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане был вызван в Министерство иностранных дел. Ему был выражен решительный протест в связи с нападением, совершенным религиозной радикальной группой на посольство Азербайджана в Лондоне. Да, какие-то радикалы, наверное, армяне, что-то они там агрессивно настроены, ворвались. Вон, посмотрите, как выглядит посольство. Я вам покажу кадры. Сейчас посмотрю, видно. А, видно, хорошо. Ну, вот, видите, азербайджанское посольство, эти радикалы ворвались, там, поломали мебель. Вон, там, видите, выбили там что-то. В общем, повредили. Вот, флаг только не тронули. Вот, это азербайджан сосникает. А, видите, и побросали с балкона мебель. В общем, вон там все разбито, разгромлено. Я говорю, посольство Азербайджана в Лондоне после нападения радикалов. Ну, ясно, что армяне спровоцировали. Кто может еще разгромить азербайджанское посольство? Такие новости, ребята. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.